Монстры 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 Гейн застрелил Мэри Хоган, хозяйку таверны, которая пропала без вести. А через несколько лет, в 1957 он убил женщину по имени Бернис Уорден. Гейна поймали, так как его видели в магазине, где она работала, и на последнем чеке было его имя. Когда выяснилось, что Гейн последним видел ее, раскрылась его темная, зловещая сторона. При обыске в сарае нашли тело Бернис, подвешенное вниз головой и выпотрошенное, а также много других расчлененных тел и частей. Кроме того, Гейн признался в ограблении могил для использования костей и кожи тел не только для создания костюма из кожи, но и других предметов обихода. Среди находок была чаша из человеческого черепа, гетро из кожи ног, маска из лица Мэри Хоган, стул и абажур из кожи, и сердце на кухне, лишь часть найденного. Некоторые маньяки хранят части тел жертв как трофеи, напоминая о преступлениях, но он создавал вещи, пытаясь стать жертвами через костюмы и маски. Ходили слухи, что Гейн занимался каннибализмом. Подтверждено, что Гейн убил Мэри и Бернис, но из-за количества тел на участке жертв могло быть больше. Говорят, он может быть связан с семью другими предполагаемыми убийствами. Убитые им напоминали его мать. Возможно, ее смерть спровоцировала эти убийства. Эд Гейн в итоге не признал вину из-за невменяемости. Ему диагностировали шизофрению. Это значило, что он не попал в обычную тюрьму. Вместо этого его отправили в больницу для преступников с психическими отклонениями, где он и умер в 1984 году. Изучив историю Эда Гейна, ясно, что новая часть монстров будет ближе к версии о Дарме, чем о братьях Менендес. То, что Гейн делал с женщинами до их смерти и его больные фантазии после убийств в Netflix, должен показать деликатно, чтобы избежать негативной реакции, как в первом сезоне. Интересно и то, что Дарма была о 70-х, а шоу о братьях Менендес – о конце 80-х и 90-х. А Эд Гейн родился в 1906, так что его детство покажут в совсем другую эпоху, чем мы видели раньше. К тому же его преступления были с 1947 по 1957 год. Интересный период для экранизации. Так что мне очень любопытно это увидеть. Думаю, история Эда Гейна точно станет интересным сериалом. В 2000 году сняли фильм, я его не видел, но, наверное, гляну как-нибудь. Хотя он не особо высоко оценен, думаю, шоу пойдет похожим путем. Кастинг. Что касается актерского состава этого шоу, пока объявили только одного актера, а остальные еще... Актерский состав держался в тайне по приказу Райана Мерфи. Чарли Ханэм, известный по «Сына монархии» и «Джентльменам», сыграет убийцу Эда Гейна. Есть сходство между Ханэмом и Гейном, понятно, почему Мерфи выбрал его. Как с Эваном Питерсом в роли Дармы, хоть сходство неточное, некоторые черты похожи, и актера легко будет преобразить, чтобы он больше походил на изображаемого убийцу. Ханэм – отличный актер и, кажется, впервые работает с Мерфи, что интересно. Думаю, в этом сезоне появятся и знакомые лица из проектов Мерфи. Обычно актеры из «Американской истории ужасов» мелькают в его шоу. Он любит работать с проверенными актерами, и я понимаю, почему они всегда на высоте. Дата выхода. Что касается даты выхода, пока это неизвестно. Но одно мы знаем точно – съемки сериала начнутся в следующем месяце, в октябре 2024 года. Похоже, Райан Мерфи везде успевает, и у него всегда есть новый проект, над которым он работает для разных платформ – FX, Disney или Netflix. Но радует, что этот сериал сразу идет в производство. Чтобы предположить дату выхода, стоит посмотреть на интервал между сериалами «Дхарма» и «Менендес». «Дхарма» вышла в сентябре 2022-го, а «Братья Менендес» – в сентябре 2024-й. Так что можно предположить, что Мерфи сохранит тот же график и выпустит третий сезон антологии в сентябре 2026-го, через два года. Так как производство начнется в следующем месяце, вероятно, сценарий уже готов, и нам, возможно, не придется ждать целых два года. Обычно, когда шоу запускают в производство, до его выхода проходит около года. Учитывая, что сериал о «Братьях Менендес» не набирает столько просмотров, как «Дхарма» и не поднимается в список всех времен, хотя для этого еще рано, он не идет по той же траектории. Это может подтолкнуть Мерфи и Netflix выпустить следующий сезон раньше. Однако, как бы я не хотел быть оптимистом и сказать, что это будет в следующем году, я предполагаю, что это произойдет через два года, как и в прошлый раз было. Так что я говорю о дате выхода в сентябре 2026-го года. К сожалению, пока это все, что известно о третьем сезоне «Монстров». Уверен, больше информации появится ближе к дате выхода. Лично мне кажется, что сериал об Эда Гейне будет похож на сериал о «Дхарме». Оба были убийцами со сложным умом, и мотивы их действий были ясны. Они были психопатами, а сериал о братьях Менендес не был таким мрачным, как о «Дхарме». Это, естественно, придало ему немного другой тон. Интересно, каким будет третий сезон. Вот и все. Это была история Эда Гейна, третий сезон. Все, что мы знаем. Субтитры создавал DimaTorzok